бог в помощь игнатий тихонович погромче говорить игнатий тихонович может мне такой вопрос задать задавание вот есть такое понятие как помазание божий мы встречаем это слово это выражение в отношении царя давида когда он еще не был царем и был помазан пророком в отношении саула тоже был он помазан все наши цари русские тоже были помазанниками божьими а вот может ли человек что это означает помазанник божий и второе может ли сам человек по каким-то причинам назвать себя что он помазанник божий помазанник это означало благословение одно дело помазывали просто там чело сейчас я маленько руки уберу пять дней нет каждый раз говорю что баловата как трудно дается вот это даже простое дело и то я все время каждый день напоминаю одно и то же то есть пришел человек вот я сейчас делал что-то вымыть руки так и здесь у помазанника божие тоже свои нужды а на давида рог возлитый то есть большее помазание и меньше помазание означает христос христос переводится помазанник а иисус спаситель и когда я говорю знаете вы помазанником в россии какие были последнее время а какие последнее время на что мы подходим священник нас мажет или это бывает миром прикрещение помазанник или не помазанник помазанник означает христос и христианин христос помазание помазанник я говорю горбачок михаил сергеевич помазанник или нет да какой помазанник разрушил такую страну империю лжи сто миллионов которые были убиты советской сатанинской властью а не я ли бог услышал и дал помазанника помазанник разрушил эту империю конгломерат сатанизма лжи в соединенном месте пустости подлости все все грехи мира сатана дал это как бы прообраз будущего то что советская власть сделала это в 1000 раз хуже гитлера хуже тот своих не уничтожал своих поднимал крестьянство не уничтожал офицерство все сохранил это все под нож все демоны вырвались на свободу горбачок помазание ну это как-то странная воде это я говорю на кафедре в университете ягода как вы считаете захватчик который захватил и покорил израиль помазать до какой помазки разрушитель и до читаем и риме и скажите помазаннику киру в оригинале стоит скажите христу киру а кир язычник он вообще ничего не знал о чем он отличался других то что дал свободу народу божию народ божий вышел из плена сосуды пошли домой и горбачок снял замки иисус можно было рассказывать опыта стали открывать храм тысячелетия крещения руси исправил было все мы должны понимать как он медленно подбирался к власти из их среды встал и разрушил из их среды библии так и было допустим египетский принял ради иосифа и вот иди в их среде дочь фараона воспитывает тех которые погубят их так и партия воспитала его так моисей помазание божие или нет избранник помазание помазание связано с выводом как это я не знаю я просто долго исследовал смотрел вот сегодня не задает человек вопрос юрий соболев человек по мирским преподает университетам государственным академии государственным ясно дело что нерядовой и ведет занятия в епархии при метрополии и все разбирается все собирается не приедут я вам скажу пример ваш и сегодня задают вопрос а что такое благословение так чтобы было понятно я не думал что слово благословение надо объяснять ну раз просят я объяснил это тогда когда человеку все хорошо желаю по-божески коротко теперь в гугле откроет там подробно все благословения каким образом поднимали правую руку или обе потом вложили на голову это и я как бы доставлял какие благословение это прославление бога мыла доставляем порно прославляем заявление делах бог раз благословляет желает блага чтоб все было хорошо мама клави University как родителей благословляет отдельно в икипедии благословения сына благословения Матери, ты смотри все время, мне голову не отворачивай. Понятно? Понятно. Ребенку просто объясните, это хорошо, это по согласию с родителями. А родителям он оставляет возгло. Ему надо дочери выведать замуж, а замуж берут только с приданным. А денег нет. И он решил их отправить в блудные места, чтобы они заработали деньги. А потом вышли замуж. Даже скажи любому. И он узнал Николаевича Дотвореца. И он золотцов его подкидывал в окно три раза. У мусульман это невиданное, неслыханное. За такое предложение даже убили бы его. Вот как мы далеки в христианских странах от подлинного понимания благословения. Но об этом замуж, а зачем? Я всем советую читать крестью, он всегда считал стола. Он говорит, так если так делать, как не выходить замужем, рот человеческий прекратится. А для чего ему продолжаться? С какой целью? Цель это совершенство. Совершенство достигается путем отдачи заповеди Божьей Христу. Если она достигнута и мир кончился, то не может вечно продолжаться. И Библия говорит об этом. Зачем ему? Когда задают вопросы благословения, зачем оно тебе? Родительское благословение тогда имеет силу, когда оно божественное. Божественное. Я объясняю так. Когда все хорошо. И вот бывает где-то там, когда мы ездили по другим городам, странам. Я говорю, благословение и проклятие различают. Ну, любой знает. Благословение хорошо, проклятие плохо. Ну, вот это я говорю, теория Зулузского племени. Что такое хорошо? Когда я убью врага, завладею его имуществом и женою. А плохо. Когда он меня убьет, завладеет имуществом и женой. То есть все концентрируется на огромном «я» обо мне. Мы понимаем хорошо тогда, когда по-божески. Даже мне трудно, плохо. Но я делаю по-божески. Мы не роптали, пошли. Спали в сарае где-то, проще. Это хорошо. Просто необычно так. Ты пошел на 180 градусов плюс. Ну и что? Я турист. Ошибки никакой и нету. Конечно, это глупо. Не сверившись, не позвонивши. А созвонился так, так. И, ребята, я пойду в другую сторону. Потом я приду к вам. Мне так нужны алтайские поля. Я посмотрю. Мы ни о ком не подумали. Это плохо. А то, что ты ходил, это хорошо. Ты узнал, увидел. Сам себя маленько увидел-то. А тащил, ты тащил. Ты это набрал. Я проверить еще должен вас. И мне кажется, там разные бутыльки могут быть и лишние. Но если ты один где-то, то никак и не лишние. Но тяжело. Солдату и урока тяжело. И вот теперь мы возвращаемся от благословения. Перехожу и к этому. Помазание. Благословение – это помазание на получение милости от Бога. Сохраним или нет. Помазан был в Саул. Его избрал Бог, не народ. Народ бы его не избрал. Они его не знали. С колена Кисова, там линия Аминова перечисляется. И он прятался, он скромно с собой. В обозе под телегу, залезли где-то, не знаю. Его вытащили оттуда. И посмотрели на голову выше всего народа. Красавец такой. А чем кончилось? Проклятием. Полным проклятием. Профукал страну и ковщик, и сыновей, и себя. И идет к ведьме, которую преследовал в Эндоре и самоубийство. То есть хуже некуда. И поэтому имя Саула встречается очень редко. Саул – это Саул. Его назвали, видимо, это перст Божий был, чтобы появился новый Саул. Саул – Саул, Шаул. Одно и то же имя. Говорят исследователи. Я не специалист в языках, но маленько смотрел. Вот поэтому такой и ответ. Помазание дает согласие на то, от кого получаю я. Это благословение, видимо, в запечатленном виде. Благословение протянуто рукой, смещение дает. Помазание внешней кисточкой. Но вы помазаны Духом Святым, никакой кисточки-то нет. А у православных обязательно в образ, проспорку надо съесть. А просто так благословение, и вся вода святая. Потому что я подошел, осветил ее, все. Ну, мы православные. У меня бутылки везде с водой, дорога ехали. Вода святая. Ну, это немощь может быть. Но немощный говорит, что он бережется чего-то, все боится. А сильный ест все. Так что мы относимся к немощным. Но немощный тоже имеет преимущество перед сильным. Он куда попало не лезет. И он все время надеется на Бога и припадает к нему. И где начинается шапочный разбор, а его там нет. А смелый идет, я есть хочу, мне нужен шашлык. Пахнет шашлыком. Пошел туда. А там осла клеймят, тамро ставят. Ну, ему посыпили, поставили тамро 666. Ладно, я буду справедлив, это разумение. Помазание, видимая форма соответствия того, к кому я прихожу. Помазан Духом Святым. То есть Дух Святой уполновачивает, дает возможность трудиться от имени Его. Писали святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым. Движимы. Он побуждал, говорил. Я вот сейчас утрами и вам скидывал стихотворение. И вот представьте, Юрий Соборев с такими знаниями. Он говорит, для меня ваши стихи, как открытие, как появилось, а не для меня открытие. Я с поэтами знался в литературном институте, с настоящими поэтами, крупными. И они все удивлялись, когда слышали мои стихи. У нас нет такого. А почему? Нет помазания на это. Вот ответ. Нет. А у вас есть, раз они говорят, нету, и все, обои. Вот сегодня я вам скинул материал «Старость». И рядом второе стихотворение Андрея Дементьева, старики. Он понимает их, понимает правильно. Не брюзжать, даже ты одинок, как переносить это. И посчитай мое стихотворение. У меня каждая строчка, она исходит от Писания. Это помазание. Помазание на откровение. Помазание это не только в царе или в священнике. Нет. Помазание быть христианином. Священник помазует. Помазует миром. И что интересно, вот когда был акт о катоническом признании Московской патриархии, а патриархия – зарубежную церковь, то они понимали, что их надо сделать зависимыми. То есть избирают они сами там себе митрополита. Но помазание мира дает патриарх. А мир, те все время варили, было мира нет. Теперь только я буду дать. И только мое действительно отвоение. Ну, то есть детская игра. Помазание в бутылочке. И теперь без меня он избранный, но не утвержден. Ну, парторг. Печать нужно поставить где-то. Пусть они меня не судят за это. Я говорю так, как есть. Твоя бутылочка будет, а ничего не значит. Помажут или не помажут. Зависит от Бога. Их намазали сегодня. Сколько священник. Мажет, разговаривает. Я гляжу, а машет курточку у матери. А ребенка даже не видит. В это время он гутарит с крестной. Я видел всякую эту виду. И поэтому помазание ценное от Бога. А сектанты... А мы помазаны от Бога. Мы как Павел избранное. То другое. Нет, Бог установил определенный порядок. Рукоположение, херотония должно быть. Поэтому все сектанты, они не помазанные. А у него может быть помазание на что-то. Вот это помазание он истратил на первой ступеньке. Бог Духом Святым и открыл. Как сектанты Духом Святым? Конечно. Никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым. Написано. Никто. А они его признают как Господа. Ну да. А мусульмане помазаны? Конечно нет. Они везде так вот. То мальчик стоит где-то в толпе. И вопрос можно задать. Но спектакль идет. А вокруг мусульмане, довольные, сидят. И вот там у них свой богослов для слов. И вот он спрашивает. Так вы христианин? Да, я христианин. Вот дальше. И сегодня выставили ролик на меня высший. Точно такой же, но уже так. Мусульманка, ее подруга стоит христианка, католичка. Это стоит хиджаб. Я вот и волосы распущены. Сразу показать. Мусульмане же видят, какая разница. И она вопрос задает это. А это ему проповедник. Кто-то в шапочке. Тоже тюбетейка у него. Вот. Если я католичка, то могу ли я спастись? Или я в аду буду? Я вижу. А вот парню, который в толпе стоял. И который это тоже в толпе. Дальше идет одинаково. И он выходит. Конечно, если все будете исполнять, как у вас написано в Библии, то вы настоящая католичка, и вы будете в раю. А если не будете исполнять, то будете в аду. И она улыбается довольна. И там парень так же. А потом позовите его поближе. И здесь они такие, считай, неразвитые проповедники. Ничего нового нет. Грех монотонен. Скажите, а Иисус Бог или не Бог? Но она знает, что Святой Троице Бог. И тот юноша отвечал пять лет назад. Они с места не двигаются. Они в этом вопросе железобетонные мозги имеют. Ну да, Бог. А как же у Марка написано? О кончине никто не знает. Ну Бог всезнающий, да, всезнающий. А как же он говорит? Я не знаю последний день, когда. И она говорит, вот видите, ха-ха-ха все. Одинаково все идет. Ну я вижу. И теперь, ой, значит, я ошибалась неправильно. Мусульман стоят правильно. Тогда я мусульманка. Вот такое дело-то смеются. Ну или мусульманка, а завтра будет. Она мусульманка и стоит, она спустила волосы и говорит. Или нашли какую-то там блудницу из дома терпимости. Он ответил, он Бога-человек. Что-то просто-просто, он Бога-человек. Как Бог, он принял плод через Деву Марию. Да Бог или не Бог, второе лицо Троицы. Да, Бог. А Бог все знает, Бог знает. А человек не знает. А как же он говорит, не знает, по человечеству. И они бы все, больше ничего не надо отвечать. Она еще не отвечает, она не знает. Не знает, то есть, а может и знает. Он сказал, ты это не говори. Мы на толпу играем. Вот и весь ответ. И при том одинаково. Что с девчонкой, что с мальчишкой. И она стоит, не знает ответить. Да, он сказал, не знаю. Как человек. Как человек, он говорит, аминует меня щаша сия. Страшно. А как Бог говорит, да будет воля твоя. Итак, благословение. Помазание. Бог дает. Всякое доброе даяние от Отца Светов. А мусульмане же делают добро. Делают коммунисты, фашисты. Все делают добро. Не все же Гитлеры. Гитлер сколько добра народу сделал. Почему его любили-то? Сталина любили разве? Боялись. А Гитлера любили. Сталин на войне дня не был. А этот по окопам там был отравлен и газом и прочее. Из разрухи. Инфляции поднял страну. А эти наоборот. Передовую державу кинули на самое дно. Сравния даже не надо. Не то, что Гитлер хороший. Я говорю о Гитлере как о человеке, который не был нацистом. Не обедущего фашистов. Поэтому надо тут разделять, пояснять. Самый талантливый, может быть, за 2000 лет, не считая Христа. Но среди политических деятелей. А учитывая то, что Бог есть, это Сатана был. Этот геноцид, еврейский холокост, ну и прочее уничтожение. Мы знаем-то о нем по наслышке. А когда там бывают люди, это тут понятно. Каждый год вдруг из инфляции вылезли. У каждого работа. Дети бесплатно учатся. Каждый год на курорты бесплатно. Вся страна, ну представь себе, зажили. И теперь всем дают учения о нацизме. Высшая раса. Ну там, как называют. Остальные унтерменьши. Всю Европу под ноги положил. Тут ясно было, за что любить его. Они верили. Спустя 50 лет, и она была, и я, говорит, была Гитлер Юнге. Я по-прежнему его люблю. И его секретарь, который выступает, и Юнге, там говорится. Какой он был добрый, внимательный ко всем. А в Сталине никто этого сказать не может. Девочку держат на руках. Говорят, а какое будущее девочки? А родители репрессировали, умрался. А то были демоны. Тысячи крат худшие немцев. Ну это все, я к слову сказать, чтобы знали, с кем говорят. Вот вам ответ. Благодарю. А вот еще такой вопрос. Житие святых мучеников для нас урок для подражания, или наоборот, для того, чтобы мы поступали так, чтобы не оказаться в положении ненужной жертвы. Вот как можно сейчас, на сегодняшний день, воспринять урок спора Стефана, первомученика, умнейшего человека, который в споре с своими соперниками победил их. Но закончился спор тем, что его обвинили в ересе, в богопротивном поведении и побили камнями. Стефана, пророка, о котором мы знаем в деяниях. И вот как на сегодняшний день поступает православному христианину, когда его вызывают на спор люди, которые явно к нему не расположены, соперники. Вот есть такие люди, которые явно не расположены к тому или иному человеку, и вызывают его на так называемый диспут, спор. Нужно ли с такими людьми уступать в этот спор? С какой целью? Чтобы не оказаться в положении жертвы их, которые, будучи побеждены логикой этого человека, потом творят зло. Я думаю, такая ситуация и вопросы были в первом веке. Поэтому Петр и говорит в первом послании, 3 глава, 15 стих. «Всякому, требующему у вас отчета, дайте ответ скротостью, благоговением. Всякому. Не исследовать, он расположен ко мне, не расположен. Не расположен, расположи, выше награды будет». А так вот, а как он ко мне расположен? А расположен, так я еще и беседую с ним, он уже все знает. Да, ему книгу он считает и будет знать. А вот не расположен, сломи это сопротивление. Я говорю уже на основании опыта, данного мне Богом, больше полвека, 55 лет, это не два дня. Никогда такой вопрос у меня не возникал. Вот я одновременно вел занятия в пяти институтах, университетах, лилициях, радио. Я же не знаю, кто это, радио онлайн, как говорят сегодня, прямой эфир. Часовая, каждое воскресенье, часовая программа, это вообще невообразимо. Часовая. И вопрос это, я не знаю, какие зададут, а бывает с подковыркой, а бывает прямо нападки, хульные, ничего. Ко мне обратился. Я выслышал его, и теперь ему отвечаю. А в зале бывает, я сидел академики, профессора, актовый зал Академгородка Новосибирского, Алтайский государственный университет в Барнауле. Вот я там делал занятия в милиции, в краевой отдел, там сотни офицеров сидят, прокуроры. Разные вопросы. И вопросы такие, когда они немножко уже знают что-то. Я никогда даже в мыслях не допускал исследовать, кто они. Я перед Богом. Я отвечаю, несмотря на лица. Я смотрю выше голов. Мне задал вопрос, допустил этот вопрос. Позволил его задать. Мой Бог. И я теперь припоминаю все, что известно в Библии, у святых отцов, в канонах и в житиях. По четырем параметрам отвечаю и в совокупности на сегодняшний день. И ни разу не был постыжен. А он спорит. Я отвечаю, мы не спорим. Я один раз вам ответил. Мой ответ, почему он через пять минут должен быть иной. Ничего и другого нет. Нам не положено спорить. И все, весь ответ. Он не расположен. Проходит время, он подходит ко мне и говорит, прости меня. Я не знаю, что со мной случилось. Я поехал, когда с тещей поругался. Я в вагоне начал проповедовать. А он лезет и прямо нахально где-то. Я ответил, ему другие на него зашикали. И он сел. А потом меня вызывает. И давай просить прощения. В Тамбове. А один также был. Не уймется. А видно, выпивши-то. Да что это такое. Это агитация занимается. В советское время. Там 70-е годы. И он пошел, милиционера привел. Милиционер пришел. А молодой сотрудник милиции сел и слушает. Ну он смотрит. Ну слушай-то, прими меру. Я же тебя призвал-то. И он посидел там минут пять-то. Ну, вы видите, он сейчас занимается. Ну, сядь на место, а то я тебе сейчас, милиционер-то. Милиционера я уже перетащил на свою сторону. Ну, и весь газ. Вот я стою на перроне Барнауле. Ну, это наш краевой центр. Там почти 700 с лишним тысяч населения. А я веду занятия везде. И в железнодорожном отделе милиции. И в путейном там рядом. Ну, я говорю. И кто-то... Говорите и громче. Но народ-то на перроне-то. Я тогда говорю. Давайте выйдем на площадь перед этим-то. Ну, на площадь-то я... А рядом милиция, линейный отдел. Ну, и кто-то говорит. Притащили тележку эту, на которую развозят посылки-то. Мне это. Трибуну. Я на тележку на этого залез. И... А то очень смешно, как Ленин на броневике. Февральские тезисы говорить-то. Ну, кто-то побежал в линейный отдел. И милицию призвали. А я-то не вижу. Милиционер подошел. Гражданин. Я обернулся. А-а-а. Здравствуйте. Мне... Развернулся и пошел. Все глядят, не поймут, что такое. Я говорю. Я у них веду регулярно занятия. И в краевом обилии. В краевом и городском. Так что люди, не зная этого, они думают. Я что сказал? Противозаконно? Нет. Ну, и все успокоилось. А он против. Ну, и что против-то? Тем более впечатляющей будет ваша победа. Достойный бывает противник. Но когда он городит, что попало, тогда прямо отдельные места. Писание надо знать. Я сразу открываю местописание. Бывает с тобой, как для власть. Ну, правильно. Лучше держать. Ну, сказал, а не против. Еще не знаю. Бывает из одного выступления. Я нажимаю или друзей, или врагов. Перед дворцом спорта, около краевой администрации, огромное стечение народа. Вся площадь занята народом. Накал такой был. Готовились грабить коммунистов. Еще уже и флаги трехсветные вывешивают. И все. Милиция везде. Ничего не как. А я в это время, то ли мимо шел, сейчас не помню, из университета, или что мимо. Милиция меня увидела. Они оттуда. Ко мне, видимо, кто-то там есть такой. Говорит, тащите его сюда. Они подскочили с двух сторон. У меня под руки. Я говорю, что все дело, не разговаривай. Иди, куда сказали. Вот, думаю, попал я. Переплет. Они потащили капитры. Говори к народу. О! Я вытащил Евангелие, Новый Завет. И так на снимках везде я и стою с ним. На сегодняшний день. Там был Волобуев Александр Павлович. И все это заснял. И после моего выступления накал был сбит. И никакого погрома не было. Там меня уже благодарили партийные-то работники. Но я не о них. В это время не об этом говорить надо. Вот флаг этот самый лучший, успел я сказать. Он будет у нас в стране. Флаг благовестник. Ну и все. Врагов-то сколько у меня было здесь. И враги смирились. Коммунисты-то они против меня. Вы все против коммунистов. Вы там вот антикоммунистов на меня. А тут все меня михажиты. Вот и все. Они были против. Но наступил момент, когда я должен был показать. Или вот призывает. был конгресс интеллигенции Алтайского края. А интеллигенция создана была со всей России. Был Альферов, ЖРС, лауреат номерская премия. Это такая значимая фигура. Ну и приходилось выступать. До этого на конгресс избирали только избранники. Ну, наша община меня избрала. И я пошел. А так как в университете это было, Алтайский государственный университет, это гуманитарий, у них профессор Чернышов, от их стороны. И на него сильно нападали, а пригласили коммунистов. Ну и я вышел и сказал. Конгресс интеллигенции. Конгресс, я говорю, понятно, интеллигенции. Что означает это слово? Означает людей, которые знают свой путь. Путь добрый, по нему идут. Коммунист не может быть интеллигентом. И с этой стороны. Они потом такой статьей разразились в мой адрес, а у меня для слова Божия нет уст, там все и помечено. Зачем вы с ними встречались? С этими могильщиками. Только подновить память, чтобы с ними не встречаться. И я с капитрой сказал. Это все. И когда был суд, то были свидетели со стороны партии. Когда по лагерю меня там судили, за статью была статья одна о Потеряевке. И вот кто там участвовал и к этому побуждал. Первый секретарь райкома партии Железнодорожного района. Бобров. Отчаянный человек. И вот когда судили меня, он у нас судья, от них был представитель. Свидетель как это. Ну а судья-то всех спрашивает. Вы знакомы с Латкиным? Какие отношения неприязненные? Какие отношения? Судья надо знать. Вывод какой сделать? Но, ваша честь. Вот как я с Латкиным познакомился. Был эти конгресс интеллигенции. Выступают такие люди знатные. С Москвы, Санкт-Петербурга. И вдруг слово дают вот этому человеку. Вот в этом задрипанном пизжачке. Варенка с галошами. Он там появляется. Вы понимаете, это зрелище. Ошибка. Я сказал, а он-то зачем здесь? Хотя Латкин я слышал, он не встречался. Впервые я встретился на конгрессе. Я тоже был там измонтан. На ваша честь. Вот он заговорил, и я прошептал. Златоуст. Он враг. Он должен до конца меня давить. Он все забылся. Судья расплылась в улыбке и прочее. Вот и все. Дали слово. Враг сидит. Он как-то вышел. Вот так вот. Но только придем к власти. Вот так вот показывает. Вот ваши потерянки. Вот так бы дал. Я говорю, этого делать нельзя. Тут же прямо в зале, перед дверьми. Секретарь. Бобров. Геннадий Александрович. Они проиграли процессы и все проще. Поэтому я сначала мысленно помолюсь. Если человек не назвался, кто он? Начинается вопрос-ответ. Я уже стараюсь узнать, сузить круг поиска. Кто он? Я вижу, не православный. Я перекрестился, он не крестится. Я еще что-то сказал. Он как стоял и стоит. Не православный обязательно тоже перекрестится. Вот. Дальше я узнаю, что это не баптист, но верующий. Я стараюсь не спрашивать, кто он. Но тут новые секты, я не знаю. Они одна на другую похожие. Я с ними уже не встречался. Но вижу, что из традиционных, какие были там баптисты, а они вышли, другие. Ну и дальше уже подробнее какие-то нюансы. И по ним я начинаю долбить его здесь, не оставляя праха. У него выход один только. Или покается, или он выходит в ярость. А вы все такие, вы крестовые походы. Ну, то есть, не знаю. Я говорю, сколько их было крестовых походов? Не знаю. Я говорю, 14. И все их инициировали папы римские. Ни одного крестового похода Россия не делала священники. Они грабили Византию. Византию до праха разоряли шли, когда на мусульман к гробу Господню. Но пока до гроба дошли, 15 тысяч православных в гроб загнали. Вот. Вот. Поэтому они опасались. Когда где-то назначалась встреча от православных, они старались узнавать баптисты, не я ли там буду. Если я буду, то никак. Объявили однажды тут представители Иванова, Порфирий Корнеевич, этот водой обливался холодный. Я знаю, ты бог земли. Ну, они меня знали, я в них выступал, и кажется, человек 6 сразу вышло оттуда. А потом они общий городской митинг назначили где-то. И я пришел туда. Они меня не запустили в зал. Такие хорошие, такие добрые. Так они друг друга любят. А тут дали указания. Все проходят. И со мной, кто пришел, все прошли. Меня не пропускать. Не пропускать-то. То есть все. А когда в институте было, тут выступает Рериховцы. Или были тогда еще... Роза Мира была в почете Леонида Андреева. Да. А там и его сын даже там, Даниил Андреев где-то. Ну, объявление было в университете АГТУ. Там 21 тысяча студентов. Это большой университет. И они собрались. Большой актовый какой-то зал или аудитория. Не знаю. Ну, как-то быстро ступени поднимались. Сиденья где-то. Ну, я вышел на доске. Стал вычеркивать. Эти программы. Эти логарифы. А они сидят. Тоже пишут. Когда кончилось, я в сравнении с Библией все. Ни одного вопроса. Ни одного возражения. Вот это все только сказали. Вот это уровень подготовки. То есть я взял Агни-йоги. И по порядку. Страница Агни-йоги. Для Роза Мира. Я конкретно фразу беру оттуда. И начинаю ее по частям рвать. А он понимает так. Если он будет говорить против. Я скажу, выйди. Продолжи дальше. Там не продолжи. Конечно, надо знать очень много. Но главное это благодать. Помазание. Избрание. Если ты от Бога. И Бог побуждает. Немедли. Чтобы я не поразил тебя. Не малодушистый пророку Еремию Бог сказал. Поэтому я учился день и ночь. Учился, учился, учился. И поэтому, когда спрашиваю. Я говорю, у меня голова должна быть очень очищенная. Но у меня там много не нужно. Почему? Потому что я с вами встречаюсь. Вот мы задали вопрос. Мне там про свои учения. Про конфузию. А я не считал. И что я вам ответил? А что такое реальтарнация? А я не знаю. А что это такое? Представь. Я стою за капитал и спрашиваю. Какой я? Проповедник или что? Да не нужно. Но апостол Павел говорит. Осматривая ваши святыни. И он знал, о ком говорил. И какая причина. Зачем они написали. То есть когда-то была война. Шли на войну. Приносили жертву всем богам. Дедушкиному, бабушкиному. А тут вдруг поражение. Значит, какому-то богу не потрапили. Какому-то богу там лодыжку от быка не дали. И поэтому умные советники президента сказали. На всякий случай напиши неведомому. А он говорит, неведомый. И вы его не знаете. Это Христос. Вы его не уважили. Вот надо уметь вычленить слово какое-то. И по нему дальше говорить. Вот Вилх. Владимир Ильич Ленин. Вилх. Я должен был узнать, почему он Ленин. Он Ульянов. У него, я сейчас не знаю сколько. То ли 113, или сколько было псевдонимов. И старик, и чего-то не было. Но остановился на Ленина. Почему? Потому что Вилл. Он должен был Вилла. Буква Вилла должна была быть. Ленин это Лена. И нашли дворянина. Еще фамилию он взял. Там знакомый у него или родственник был. И теперь я это нахожу. Там 41 глава Еремея написано. И Вилл будет уничтожен. И Вавилон разрушен. И пленные пойдут на свободу. Это реабилитация. Ну и дальше все. И в газете эта статья. А, когда был Глушенко Вячеслав. Глушенко. Как-то его звать. Вячеслав. Главный редактор молодежи Алтая. И говорит, мы обратились к коммунистам. Там, к редакторам. Ну, ответ на статью-то вы дадите. Нет, Лапкин. Протный человек, который надеется на человека. Оленя. Вся статья Оленя к 22 апреля. Никого не нашлось. Какой-то доцент один. Он век был маленький. А отвечать не на что. Он не знает. Но Бог так сделал. Бог сделал так. Это было у Владимира Филимоновича Марстенковского. Он сказал. Как-то. Кто имеет что сказать. Против того. И студент. Я не согласен. И вышел такой. Я кинею понес. Я вижу отвечать. Нечего. Только молюсь. И вдруг он спутался. Предложение забыл. Постоял. Махнул рукой. Пошел на свое место. Мне говорит. Отвечать не нужно. Все. Это у Чарльза Сперджера было. Он говорит. Кто может доказать. Что Христос не Бог. Там Библия тоже. Ну что-то в этом роде. Вот тому 25. Пунктов Стерлингов. Что ли. Бумажка показала. Один студент. Я. Я первый. Он вышел. А кто счастлив? Был ли без Бога счастлив? А то вы счастливы. Да я счастливы. Всегда. Ну вот видите ли профессор. Это зависит от чего. Нет. Я не такой вопрос дадал. Бумажка вам не принадлежит. Всегда. В скудости. В изобилии. В борьбе. В плену. На шафоте. Всегда счастливый. О нет. Ну тогда сядьте на место. Вот и весь ответ. Надо знать что отвечать. И Бог умудряет. Или помощника дает. Помощника из их же среды. Я тоже пришел с вами бороться на обижу. Здесь нельзя. Нет. Я даже еще могу добавить к вашим словам. Вот вы не упомянули. Там у Ринана. Эрнест Ринан. Его правда Соловьев назвал пустейший враль. Но в книге апостола у него вот так написано. Что это так и было. Апостол. Настоящее это было. И о христе пишет как о личности. Живой. Четыре почти современника. Живших в первом веке. Язычники. А они упоминают о нем как Иосиф Лави. Плиний младший. Тацит. Он упоминает о них. Я знал это. Но я не упомянул. Добавил. А он говорит из их среды. Он наносит. Как пример он его. То есть все примеры не возьмешь. Бывает очень странно. Я проповедую. Только вышли. В ближайшие храмы. Кремля. И в это время люди выходят из храма. И я стал говорить. И вот народу сколько. Одна женщина подошла. Молодая. У меня Библия открыта. Или Новый Завет. Я говорю. Она вот так вот взяла. У нее не знаю. Тройка или сколько рублей. Десятку ли мне положила. Помолитесь. Я говорю. Я о чем? Чтобы Хрущев сдох скорее. Я говорю нет. А в этом у меня молитвы нет. Ренатя Тихонович. Если время позволяет. Еще последний вопрос. У Иоанна Златоустава было много очень поклонников. Ну скажем так. Его почитателей. За то, что он умел преподать Слово Божие. Его любили люди. Но у него были же и враги. В том числе и православные. В том числе и числа епископов. И вот вас тоже называют златоустом. Потеряем. И тоже у вас есть масса очень людей. Которые вас любят. В том числе и ваш покорный слуга Игнатва Сергея. Но есть и люди. Которые вас терпеть не могут за ваши проповеди. Они не согласны с тем, что вы выражаете. Во святи Библии. У них свое точное зрение. Причем ссылаются на святых. И вот один наш соотечественник с Кавказа. Ныне сейчас житель Греции. Пытается с вами выйти на диспут. Вот, мол, Игнатий Тихонович допускает экуминистические высказывания. Еретические в том числе. По этим мощам и так далее. И вот он хочет с вами вступить в диспут. Ну, в диспут. И этим людям сообщалось, что после 10 октября вы можете выходить на скайп. излагать свои просьбы к тему разговора и вступать в диалог. И вот такой человек по имени Митрофан имеет желание, но я на ко мне расположен, доказать, что ваши взгляды являются георетическими и экуминистическими. Причем эту просьбу он излагает на тократе. Через знакомых на сайтах и так далее. Той человек добивается упорно контакта с вами. И вот я не сторонник того, чтобы этот контакт состоялся, потому что мне будет неинтересно слушать этого человека. Ну, видимо, что-то ему надо от вас. Или что-то доказать он хочет. В чем-то вас переубедить. Вот такую просьбу этот человек по имени Митрофан и попросил передать. Я ее передаю. Разговаривались. Я разговаривал, а мне сказали, вы его не узнали. Он опять пришел к вам по другим именем. Это как мусульманин. Я говорю, неужели? Да, это мусульманин. Что интересно, я спрашивал сначала. Я говорю, вы не против, что мы все записываем и ссорим? Я не против. Неделя прошла, уберите. Уберите на меня так мусульмане стали нападать. Он выдал себя здесь. Я говорю, я никогда не уговорю. Вы дали согласие. Он припитался, а потом давай просить книги. Ну и когда уже договорились, что книги все, высылайте только деньги, переводите, и все, он исчез, и больше нигде нет. Только сейчас вылез, спустя там год или сколько. У меня зачем разговаривать с отсутствующим? Его нет. Уже было. Если человек просит меня что-то стереть, убрать, а дал согласие, я уже с ним никогда не встречаюсь. Зачем? Это провокатор. А если это не он? Ну не он, это Иоанн, которого отца Наума Борщукова был, моего крестника. Я его магитофоном назвал. Я знал, он мгновенно бросил себя на начало. Вы давно меня ищете, я вот, я говорю, я никого вообще не ищу. Он лжет, мне зачем он нужен. Пусть он и работает. Вот мы как работаем с утра до вечера, и больше ему совета никакого не от безделья. Он не работает, ему где-то надо. Он каждое слово дальше перетолковывает, по-своему не времени целяет. Приехал император, который здесь, еще более Невзорова, Баранов Михаил. Вот он, в Барнаву, взводят, мы приехали. Навстречу я отказываюсь. Зачем? Все сказано. О мощах ему надо, если заходи на наш форум. Андрей Кураев увидел там не против, а именно пласты, которые завалены нашим забвением. А Игнатий Лапкин просто поднял их и все. Я в житиях святых немножко разбираюсь, составлял симфонию, насчитывал книгу целой. Открой мощь и там увидишь. Никто не разрешал, чтобы его резать. Этого не было. Похороните нас тоже. Были говорили выбрать меня собакилин, папа, псав, собак. За то, что в то время, предиоклетиане, а может Максимиан уже был, они там, в кучах у них в городах. Он отрекся. Ну и так сам себя обрек. Но, однако, Господь сказал, чтобы тело его похоронили. То есть у меня все сказано. И возвращаться назад к сказанному, если бы не было, я местописание показываю. Пусть он заходит на форум, заряжает слово мощи, поисковик, и там все. Большего сказать я не могу. И большего не то, что не могу, а не существует. Мои ответы настолько полные, что люди, когда я говорю, вот у меня форум, 1600 тем, они полные, добавить нечего. Да не может быть. Вы как так о себе думаете? Ну скажите. Вот вчера я посмотрел, кажется, 287 человек было. Человек. 287, это ежедневно. Ну бывает 200. А когда на меня дворки там напал, Роспотребнадзор травили там. И на утро у меня в 20 раз больше народа пришел. В 20 раз. Я думал, система ошиблась. Что же было-то? И когда только их материал появился, я тогда понял, он меня назвал, и народ сразу кинулся и сказал. А еще я буду говорить. У нас форума, 280 человек было вчера, и ни вопросов, ничего не задают. Так это один, день, два, не разобрались. Но если каждый день, то значит разбираются, почему там все. И Бог полагает на сердце добавить нечего. Вот месяц идет. Встреча отменяется. Спасибо, Христос. Я зачем буду время тратить, когда ему это не надо? Он не знает, нет. Он подыскивается. А раз подыскивается, зачем? Эти вопросы я уже ответил. У меня и времени на это нет сидеть. Тем более под именем своим, а они кого-то другого ставят. Это уже мне. Вот дошли двое, но мы не согласны, мы с товарищем хотели потеряевку приехать, вот другое. Но мы не хотели, чтобы вы заставляли. Я говорю, все, тема закрыта, я вас исключаю. Я тут уже щелкнул, и больше нет. А мне сразу Сергей Козлок говорит, это гомосексуалисты были, садомиты. Ну, это я не знаю. Ну, что ты не видишь, посмотри, я посмотрел. Да, подозрение. Понятно? То есть, есть люди, которые это понимают, видят. А чтобы возьмите, сотрите, и каждый день на меня бросали данные, там, сотрите, уберите. Я ролик, а дали согласие на него. Ну, у меня несколько десятков людей таких, я ни одного ролика не убрал. Зачем? Вы дали согласие. А бывает, которые, я и спрашивать не буду. Вот здесь деревья подпиливались, они спрашивали, не спрашивали, а, дескать, не хотели выставлять, а я выставил. Меня сразу спросил Александр Андрусенко, дескать, чем-то они вас обидели же, и почему вы их не удовлетворили. А зачем? Я дома, снимаю все. А чего они боятся? Боятся чего-то, значит. Пусть они и боятся. Значит, они нарушают то, что нельзя нарушать. Тополь свалить надо, а не сучки обрезать. И они не обрезали до конца. Они не хотят, чтобы начальство видело. И далее. Они не соблюдают технику безопасности. А я что буду скрывать-то? Это в их интересах. И все на этом вопрос снято. Весь ответ. Встречи не будет. Тут одна женщина какая-то, от какого-то тайного старца, она на велосипеде с двумя собаками. Выданила. Помните? Да. И она пришла и потерявку проникла. И здесь была, но у меня наружное наблюдение есть. Жена вышла, поговорила, я ее видел, но я не вышел. Почему? Я молился, увидел, им это не нужно. Ей совершенно не нужно. Я быстренько посмотрел, кто она такая, из чего, зачем? Она ни в чем не нуждается. Пусть работает. Я каждому советую, работать начинайте. Сначала, как мы этого уровня достигнете, а потом выше мы на вас смотреть будем. Все, завтракайте. Бога слава. Аминь. 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 Бога слава. Аминь.